Здравствуйте! В прямом эфире программа события новости большого города на Средней Волге. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пионер. Главная тема выпуска. Карта деньги и тупым предметом по голове. В Самаре неизвестный грабитель нападает на женщин. От психбольницы до тюрьмы в Самаре осудили телефонных террористов. С утра пораньше городские власти проверили, с комфортом ли добираются самарцы на работу. Ограбление по-самарски или бдительность не повредит. В городе началась серия нападений на женщин. Трое уже в больнице. Пока грабитель орудует только в промышленном районе. Его почерк всегда одинаков. Он бьет женщину тупым предметом по голове, а затем забирает ее сумочку. Первая жертва злоумышленника – 49-летняя сотрудница больницы имени Пирогова. Он напал на нее около 9 часов вечера у 145-го дома по московскому шоссе. Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Второе нападение произошло через полчаса рядом с тем же домом. На этот раз грабитель выбрал 71-летнюю пенсионерку. От сильного удара по голове она впала в кому. Последнее из известных силовикам преступлений было совершено около полуночи и тоже на московском шоссе. 52-летняя продавщица из торгового центра «Паркхаус» с травмами головы и без сумочки очутилась в больнице. Сейчас полиция пытается установить личность подозреваемого. Весеннее обострение. Сразу два приговора телефонным террористам вступили в законную силу. Один отправится на лечение в психиатрическую больницу, другой в колонию. В апреле этого года 29-летний Евгений Горах прислал на сайт ФСБ России анонимное сообщение о том, что здание Самарского областного полицейского главка заминировано. Сообщение оказалось ложным. Срывчатки в здании не нашли, зато буквально за несколько часов сотрудники ФСБ вышли на самого шутника. Как выяснилось, у него психическое заболевание, и потому его сейчас отправили в клинику. Второй лжетеррорист напротив здоров, но мотивы его поступков от этого не более ясны. Самарец Илья Кириллов тоже весной в апреле сообщил, что торговый центр «Аврора» скоро взлетит на воздух. К счастью, сообщение оказалось выдумкой. А самого лжетеррориста задержали на той же неделе. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на два года. Полномочный представитель президента России в Приворском федеральном округе Михаил Бабич назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной. Такая информация сегодня появилась на сайте kremlin.ru. О назначении президент Владимир Путин сообщил Михаилу Бабичу во время рабочей встречи. Белоруссия является членом и ОДКБ, и Евразес. Как отметил Путин, цитата, мы строим с Белоруссией совершенно особый формат, выстраиваем союзные государства. Так что направлений и деятельности очень много. Михаилу Бабичу предстоит заниматься не только дипломатической работой, но и работой в сфере экономики, представляя интересы России. Далее коротко о других событиях дня. В Самарской области на Рощинском полигоне пройдет выставка военной техники. На ней будут представлены более 100 образцов экипировки, стрелкового оружия, средств ближнего боя, колесной и гусеничной техники, а также зенитно-ракетный комплекс С-300 и зимоходная гаубица Мста-С. Гости смогут увидеть, как стреляют из бронетранспортеров, зенитной установки, минометов и селек и противотанковой пушки Рапира. Также будут показаны стрельбы из снайперских винтовок, автоматов, пулеметов и гранатометов. Гости смогут увидеть первый в регионах Поволжья универсальный мобильный комплекс МКО. На базе грузового автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ с прицепом, который поступил на вооружение по гособоронзаказу в июле этого года. Выставка будет проходить ежедневно с 11 до 15 часов. В ней могут принять участие все желающие. В Самарской области построят двухуровневую развязку на трассе Самара-Волгоград в районе Пестравки. Реконструкция участка федеральной дороги запланирована, но рассмотрен проект будет только после 2019 года. Сейчас этот участок трассы вызывает много нареканий от водителей. Они жалуются, что там опасно ездить. На дороге глубокие колеи, бугры, машины заносят. В микрорайоне Крутые ключи появится школа искусств. Первоначально она уже открывалась на базе общеобразовательной школы, но ее пришлось потеснить из-за нехватки места для учебных классов. Сейчас есть решение городской администрации о выкупе одного из помещений в центре микрорайона под школу искусств. Идут переговоры с собственником помещения о ремонте, закупается оборудование, готовятся техзадания. В школе смогут заниматься не менее 300 детей. По планам она начнет работать в следующем году. Из Самары можно будет летать в Китай. В сентябре в Курумыче намечены два перелета в этом направлении. Аэропорт прибытия – тропический город Хайкоу, столица южно-китайской провинции Хайнань. Перелеты бестыковых запланированы в рамках чартерных программ. Время в пути составит около семи часов. На этом направлении авиакомпания планирует задействовать дальнемагистральный Boeing 777-200 вместимостью 374 кресла. В конце августа средняя температура воздуха ожидается на 2 градуса выше среднего многолетнего значения. В субботу, 25 августа, переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха составит 7-12 градусов, днем – 22-27 градусов. Ветер северо-западный – 4-9 метров в секунду. Такая же погода ожидается и в воскресенье, 26 августа. Почти 14 тысяч первоклассников пойдут в этом году в самарские школы. Это на 440 детей больше, чем годом ранее. Запись детей в этом году велась через портал Госуслуг. По информации городского департамента образования, все 159 учебных заведений города полностью готовы. За время летних каникул в школах провели ремонтные работы, привели в порядок прилегающие территории, в часть школ закупили новую мебель, оснастили необходимым оборудованием и инвентарем, столовые и спортивные залы, а также медицинские кабинеты. Особое внимание – вопросам безопасности. Большое значение сегодня уделяется антитеррористической защищенности и вообще комплексной безопасности школ. Мы в последний год сделали здесь хороший, качественный, на мой взгляд, очень важный шаг вперед. И состоит он в том, что оснащение школ по ряду позиций в принципе завершено. И мы будем говорить, что 100% школ сегодня имеют автоматическую пожарную сигнализацию. 100% школ мы оборудовали кнопками тревожного вызова полиции, и обслуживание их тоже будет осуществляться за бюджетные деньги. Кто любит ездить по утрам, тот поступает мудро. Сегодня городские власти провели работу автобусов 2-го и 70-го маршрутов. Как справляется транспорт с пассажиром потоком в утренние часы, какие претензии и пожелания у жителей города, Данил Лучко прокатился от конечной до конечной и собрал отзывы. С утра пораньше на автостанции «Аврора» ажиотаж. С первых же минут работы маршрута в автобус входит около 10 человек. Спустя пару остановок в салоне еще есть свободные места. В целом пассажиры двойкой довольны. Пользуюсь не очень часто, но, по крайней мере, ни разу не было такого, чтобы я подошла к остановке, его не было. Он очень быстро подходит. Ну, я раз в неделю им пользуюсь, по утрам очень часто. В принципе, нормально, единственное, что когда пробки бывают, задержки есть, так он нормально работает. По желанию, чтобы почаще ходили, если, может быть, иногда, когда выходишь в 10 из дома, то тогда не так часто не ходят. Пожелание такое, чтобы вечером почаще бы двоечка ходила, потому что вот где-то минут 40 ждем. Вот. Утром стало хорошо ходить. Городские власти проверяют работу автобусов. Проехав почти весь маршрут, Юрий Топилин, руководитель городского департамента транспорта, дает оценку. Наполняемость средняя, автобус не битком, пассажиры регулярно заходят, выходят, вот, идет равномерно, ритмично, нормально. По отправлению тоже все хорошо, вот, мы полчаса простояли с вами, ну, 5, может быть, 10 минут интервал между автобусами. На следующее утро наша съемочная группа проехала на 70-м. Весь маршрут от привоз школ микрорайона до дома молодежи автобус проходит за полчаса. Подъезжает к остановкам регулярно, раз в 5-10 минут. Пассажиры отзываются положительно. Ну, в общем-то, автобус работает неплохо. Меня пока все устраивает. Сейчас, в данный момент, каждый день пользуюсь. В принципе, устраивает довольно-таки нормально, часто ходит. Сейчас отлично, свободно, быстро сели. То есть нас все устроило. 70-й автобус, он мне очень удобен. Вот я перехожу на конечную остановку сюда и еду прямо до конечной на работу. Он каждые там 10 минут приезжает. Мне очень удобно. Всегда, быстро пользуюсь каждое утром и вечером. Я на нем часто ездию. И ходу тут вовремя. Никаких проблем. На протяжении всего движения салон остается просторным. На остановках собирается не более 10 человек. Все они уезжают без особых проблем. К работе 70-го претензий нет. Что касается второго маршрута, городские власти совместно с перевозчиком обещают подкорректировать его расписание. Сделают так, чтобы пассажиры были довольны в 7 вечера так же, как и в 7 утра. Проверка работы транспорта продолжится. Даниил Лучко, Григорий Плешаков. События. Приподняли занавес. Театр оперы и балеты готовятся к новому сезону. Отдохнувшие после летних каникул артисты обсудили планы на ближайший год. Чем будут удивлять зрителей, расскажет Мария Калачева. Сегодня в зрительном зале сами деятели культуры. Артисты, солисты, хореографы и художественные руководители. Оперный готовится к открытию 88-го театрального сезона. Впереди новые перспективы, постановки и обновленный состав артистов. Балетная труппа пополнилась на 13 солистов. Оперная – на одного. Новички признаются, театральная семья их приняла тепло. Я приехал сюда, как будто просто с отпуска вернулся. Честное слово. Такое отношение вокруг себя. Все приедали, все так хорошо. Я как будто просто с отпуска вернулся и приступил к работе. Как будто я здесь и работал. Правда. Несмотря на праздник, работа в театре уже кипит. В репетиционном зале готовят обновленную версию «Лебединого озера». В художественном цехе создают фон для балета «Чиполина». Его зрителям всех возрастов представят в начале декабря. Мы планируем, что у нас будет возможность в большем объеме финансировать новые постановки. И здесь предстоит очень большая работа. Впереди большие планы. Будет много оперных и балетных постановок как на большой, так и на малой сцене. И я думаю, мы с вами все сможем получить большое удовольствие, когда будем приходить на премьеру. Сотрудники театра шутят. 88-й сезон звучит символично. Цифра 8 словно перевернутый знак бесконечности. А значит и успех у этого сезона будет бесконечным, уверены артисты. Мария Калачева, Константин Головин. События. В честь столетия университетского образования в Самарской области 8 сентября пройдет фестиваль студентов. На второй очереди набережной 17 вузов представят свои научные работы на 20 площадках в интерактивной форме. Для гостей праздника будут организованы музыкальные, интеллектуальные, танцевальные и спортивные конкурсы. А вечером на концертной площадке фестиваля ожидается выступление певицы Елены Темниковой. Прежде всего это презентация работы вузов, достижений студентов вузов Самарской области. Очень интересно наполнение тех площадок, которые будут представлены вузами Самарской области. Достижения в науке, инновации новые, в культуре и в спорте. Постараемся сделать, чтобы это было в неформальной все обстановке, очень весело и активно. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы в следующие выпуски. Из надзирателей в заключенные, начальнику новокуйбышской колонии, пойманному на взятки, выбирают меру пресечения. Курорты органов движения, кто имеет право на бесплатные путевки и как их получить. Ретро-автомобили, царская карета и шествие в карнавальных костюмах. 10 тысяч цветов заполнят улицу Куйбышева уже завтра. А наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 18 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова